Тверская область вместе со всей страной отметила 78-ю годовщину победы над германским нацизмом. Традиционно главные мероприятия состоялись в столице Верхневолжья, где прошел праздничный парад с участием частей Министерства обороны, представителей других силовых структур и молодежных патриотических организаций. Советская улица в этот солнечный день снова стала местом прохождения праздничных колонн, за которыми наблюдали тверичане и почетные гости. Я думаю, что это не только наш праздник, это праздник всей Европы должен быть, это праздник всего мира, потому что благодаря этому празднику они все живут. Среди них были фронтовики, участники специальной военной операции, родственники военнослужащих, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, митрополит Тверской Кашинский Амвросий, руководители областных подразделений федеральных ведомств, жители города и юноармейцы. Товарищ полковник, войска, кристалл и юноармейцы зона, вас знали на войне, сельфы, с логовщиной победы, в Великой Отечественной войне построены. Начали каждые, полковник жил. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем, товарищ полковник. Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Ура! Перед началом парада ко всем участникам и гостям обратился губернатор Игорь Руденя. Он отметил значение боев, проходивших на территории Верхней Волжья. Началом победы в Красной Армии стало освобождение первого областного центра города Калинин. Следующим историческим событием стала жесткая битва, показавшая всему миру решимость солдат и офицеров Красной Армии гражданского властеления стоять насмерть за родную землю против хорошо вооруженного и жестокого врага. Затем в строю прошли парадные расчеты. Знаменная группа территориального гарнизона и знаменный взвод Академии ВКО. Ее преподаватели и слушатели. Подразделения военного учебного центра при ТВГТУ, летчики Минской авиадивизии, офицеры УФСИН, представители Академии Государственной противопожарной службы МЧС, кадеты городских школ, юнормейцы и отряд «Сокол», а также сводные военные оркестры. В парадном строю девушки курсанты факультета автоматизированных систем управления Военной Академии Воздушно-космической обороны. Среди образцов техники особое внимание привлекали зенитные ракетные комплексы. ЦРК С-125-2. Советский зенитный ракетный комплекс малого радиосудействия. Принятый на вооружение в 1961 году. А вот точно такие же машины в эти дни защищают небо России в ходе боев с современными неонацистами. Сейчас там наши сыновья, братья доделывают то, что не доделали в свое время наши деды. И поэтому эта священная война для нас, она продолжается и победа будет за нами. После прохождения войск и техники губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами и другими участниками торжеств возложил цветы на комплексе «Тверь. Город воинской славы». Такие же мероприятия прошли возле обелиска победы памятником воинам-интернационалистам на Волынском мемориале, где в церемонии приняли участие депутаты Тверской и Городской думы. А в 18.00 на площади Победы при большом стечении зрителей состоялся большой праздничный концерт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова